Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как можно улучшить качество жизни. То есть я рассказываю в своих видео о понимании жизни и о том, что можно сделать для ее улучшения. Это очень важный момент. Почему? Потому что каждый человек хочет, чтобы его жизнь была радостной и счастливой. И тут я сегодня расскажу о том, как можно выбирать свою жизнь, такой, какой ты хочешь ее видеть. То есть выбор – это право каждого человека. И каждый из нас может выбирать, то есть как жить, что делать и чего не делать. И часто мы этот выбор упускаем. То есть что происходит? Мы забываем о том, что мы можем выбирать, что это наше призвание, наша цель. И когда мы выбираем, мы можем сначала почувствовать, что правильно для нас, а что нет, что корректно, а что некорректно. И соответственно идти в этом направлении. То есть что такое корректность? Это наша способность почувствовать, какое действие правильное. То есть наше ощущение. И у каждого это ощущение свое. Часто жизнь нам показывает, что это путь неправильный, это правильный. То есть дает нам какие-то знаки, дает нам понимание, что сделать и каким образом сделать. И тогда, соответственно, мы идем тем или иным путем. То есть мы понимаем, что вот такой путь, он более правильный, такой нет. И вот тут важно развивать свою чувствительность, то есть тонкое чувствование. Почему этот путь правильный, а этот неправильный? И таким образом мы, когда чувствуем, то есть мы двигаемся по своему пути. Самое главное, мы убираем в уме те негативные заряды, которые мешают нам. То есть которые мешают нам идти по своему пути, то есть чувствовать его и двигаться в верном направлении. И у каждого человека есть эта чувствительность. Единственное, что мы часто бывает забываем о том, что мы можем это почувствовать и двигаться в нужном направлении. И еще такой момент, что вот эти мысли, наши негативные переживания, они нам создают какие-то препятствия. То есть они нам мешают и говорят, ну вот это нельзя делать, так неправильно. И то есть создают нам какие-то негативные эмоции. И вот когда я помогаю человеку, я помогаю ему обратить внимание, а что у тебя там в уме? То есть почему ты не можешь так действовать? Почему ты не идешь в этом направлении, если считаешь его верным? И тогда, когда мы проработали, это состояние человека выправляется, он начинает идти в своем темпе, в своем русле и двигаться правильно, корректно для себя и для других людей. В этом-то и есть практика, которой я занимаюсь, практика процессинга, практика одитинга. Она убирает у человека навязчивые стремления, мысли, которые мешают ему. Психосоматические болезни. То есть она делает человека здоровым, радостным, счастливым. И в этом состоянии он может двигаться по пути, по жизненному пути и улучшать свое состояние. То есть двигаться так, как он действительно чувствует. В этом состоянии он может быть осознанным, свободным, счастливым и действовать во благо для себя и для других людей. И соответственно, когда человек так действует, то его жизнь улучшается. То есть я провожу сессии, которые помогают взглянуть на себя, можно сказать, не со стороны, а соприкоснуться с самим собой. То есть вы соприкасаетесь с собой и чувствуете, что у вас происходит внутри. Как меняется ваш внутренний мир. Какие у вас происходят процессы. Вот. То есть это практика самопознания, процесс обретения себя самого. То есть вы сталкиваетесь с самим собой и видите, кто вы есть на самом деле. То есть ваше осознание помогает вам понять, что вы это духовное существо, которое может играть в различные игры и выбирать свой жизненный путь. И то есть это процесс открытия, процесс познания. И вот в этом процессе я помогаю человеку, то есть как проводник. Я не даю советы, я не говорю человеку, что ему нужно делать. Я говорю, давайте мы сделаем практику, в результате которой вы придете к собственным озарениям, к собственным пониманиям. И у вас увеличится осознанность, улучшится восприятие, вы будете жить здоровой, счастливой, осознанной жизнью. Вот в этом вся суть. То есть когда человек хочет, то есть самое главное это ваше намерение. Когда у вас есть намерение исцелиться, это обязательно произойдет. Вот я уже занимаюсь практикой процессинга в течение 20 лет. И я знаю, что это действующая технология, которая помогает улучшать качество жизни. И благодаря этой технологии мы можем менять себя, менять нашу осознанность и менять те вещи, которые в обычном состоянии мы часто не можем изменить. То есть уходят те негативные ощущения, эмоции, которые мешают вам жить и выбирать свой жизненный путь. Потому что идти по своему пути это самое яркое, что может быть. То есть вы действуете осознанно во благо для себя и для других людей. И это путь счастья, путь гармонизации, путь положительных эмоций. Давайте сейчас сделаем практику, где вы сможете увидеть, как это работает и почувствовать определенное облегчение. Вот сядьте или лягте в удобном месте, чтобы вам никто не мешал. Закройте глаза и создайте пространство для сессии. Почувствуйте себя и свое тело в этом пространстве. Ощутите себя как сознание и дальше двигайтесь вглубь себя и посмотрите, есть ли какие-то негативные эмоции, ощущения, которые мешают вам. И когда вы почувствуете их, соединитесь с этим, не отвергайте, не обесценивайте это. Почувствуйте, что это за эмоции. Если это страх, соединитесь с этим страхом. И дальше посмотрите, откуда он приходит. То есть какой случай этот страх создает. И дальше пройдите через этот случай. То есть двигайтесь через него, один раз пройдите, второй раз, третий. Таким образом, уберите оттуда все негативные ощущения, которые там есть. И когда вы их уберете, вы почувствуете облегчение. То есть это практика перепроживания, перепросмотра. Вот, то есть вы двигаетесь вглубь, ощущаете, что это, перепроживаете. И несколько раз с полными восприятиями и принятиями наступает исцеление заряда и увеличение осознанности. Вот, когда вы это пройдете, то вы почувствуете облегчение. Если оно не наступило, посмотрите, есть ли случай со страхом более ранее подобный. Вот, и тогда двигайтесь в этот случай и исцелите его. Таким вот образом происходит процесс исцеления. То есть двигайтесь все глубже и глубже, пока вы не найдете то, а та, там, где спрятан действительно заряд. Вот, то есть нашли более ранний подобный случай, тоже перепроживите его. И так двигайтесь глубже и глубже к самому раннему случаю, где будет вот это ощущение. Да, и то есть дальше перепроживите его с полными восприятиями. И когда, то есть вот таким образом делайте проработку до полного облегчения. То есть вот, когда почувствовали, что пусть им, что страх ушел, вы можете закончить практику и наполнить пространство любовью. Вот, когда я провожу человека, да, в сессии, то есть мы делаем сессию уже более такую глубокую, глубинную в течение двух часов, тогда мы находим причины, допустим, вашего состояния, двигаемся все глубже и глубже. Вот, пока мы не нашли вот самое первое состояние, когда мы от него проработали, наступает исцеление. И мы так можем выходить даже на прошлые воплощения, вот, на родовые травмы, то есть прорабатывать самые разные случаи корректно, без гипноза, без какого-либо воздействия. Вот таким образом это происходит. То есть это практика, которая помогает человеку в исцелении. Вот, и если вам это интересно, то напишите мне в личные сообщения, я проведу бесплатную консультацию, расскажу подробнее об этой практике. Вот, и потом мы сделаем сессию по проработке. Таким образом будет увеличение осознанности произойдет, и вы почувствуете то, что, ну, скажем так, ваше состояние поменялось, и вы улучшили свое состояние, и самое главное, лучше понимаете, куда дальше двигаться. Вот, все мои контакты будут указаны под этим видео. Вот, если вам практика видео понравится, то ставьте отметку «Нравится», это палец вверх, колокольчик для напоминания новых видео, которые выходят на моем канале ежедневно. И, конечно же, буду рад вашим комментариям, то есть пишите их либо под видео, либо можете мне в личные сообщения, как вам удобнее. Вот, и поделитесь этим видео с вашими друзьями, я уверен, тоже будет оно им полезным и приятным. Вот, также я провожу обучение процессингу, то есть можно на него записаться, и курсы по улучшению качества жизни, то есть это достоинство и целостность личности, и преодоление подъемов и спадов в жизни, где вы сможете лучше понять себя, справиться с подавлением жизни, стать целостным, осознанным духовным существом. Вот, то есть убрать из жизни те вещи, которые влияют на нее, мешают на нее, и, соответственно, ухудшают ваше отношение к ней, то есть проступки, утаивания и так далее, стать честным и целостным. Вот, это очень важный момент. Также в описании две моих книги, это «Меры вечного познания» и «Полное исцеление». Можете их скачать по ссылкам в описании, прочитать и тоже написать ваш отзыв. Вот, и, конечно же, если у вас есть какие-то вопросы, то смело обращайтесь за консультацией, то есть я все расскажу, покажу, как это работает, и самое главное, мы сможем сделать сессию, где вы почувствуете действительно результат и исцеление. Вот, и, конечно же, я открыт к общению, добавляйте друзья в соцсетях, то есть буду рад, если будем общаться, то есть моя цель это улучшение качества жизни, и для этого я и создал проект «Академия счастья», который помогает людям увеличение созданности. Сейчас на экране появится еще парочка видео, можете их посмотреть, о том, как изменить судьбу, и более подробная практика по процессингу счастья, там я более подробнее рассказывал, вы тоже можете сделать практику по исцелению, вы можете делать ее самостоятельно на ежедневной основе. Вот, на этом, друзья, будем заканчивать, напомню, меня зовут Шевченко Александр, это проект «Академия счастья», и мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Видео выходит на моем канале ежедневно, поэтому включайте колокольчик, и всего вам доброго, до скорой встречи.